Когда делали карвайду президента, было очень много волнений, переживаний, потому что может что-то не получится, что-то выйти не так, а хотелось сделать все, чтобы было на высшем уровне, красиво. Местом, где многие белорусы смогли узнать Евгения Горавского, стала Свислыч. Фестиваль «Батькова булка» показал Беларуси талантливого мужчину-пекаря. Его рукам принадлежит макет Гродненского драмтеатра, сделанный из соленого теста. Тогда мимо его работы не проходил ни один гость фестиваля. Масштабы и воплощение впечатляли. Мы действительно неспроста с вами встретились именно у драмтеатра, потому что знаем, что у вас есть замечательная работа, которую показывали вы на большом республиканском фестивале «Батькова булка». Вот может быть про это расскажите в двух словах, как появилась идея, чем вдохновлялись? Ну просто я хотел сделать какой-то объект, который у нас в городе Гродно построен, чтобы посмотрел и сказал, что это Гродно. Ну получается, драмтеатр по-любому все, в любом покажи драмтеатр, скажи, что это Гродно, правда? Даже в новостях показывают, ну когда погоду показывают в Гродно, показывают драмтеатр. Символ такой нашего города. Ну Гродно очень красивый город, много мест красивых, где можно погулять, походить. Вот парк Жилибера, например, площадь Советская. Интересно выйти, отдохнуть, прогуляться. У нас красивые люди тут ходят, ну город сам красивый, приятно находиться в нем. Пекарь Евгений пошел по стопам своей мамы Натальи. И после переезда из Бобруйска судьба привела ее на Гродно-хлеб-пром. В детстве, да, особенно он любил блинчики на листники выпекать. Там какой-то интерес был булочки что-то выкручивать, вот такое вот. С творога что-то любил такое вылеплять, ну когда маленький был. Ну ему, видно, с детства это нравилось. Ну так получилось, что да, замена выросла моя. Ну я устроилась в 98-м году, потому что там моя мама как бы давно-давно еще начинала, но потом работала уже в бухгалтерии. Ну мне как-то далось это все быстро, я не знаю, как-то с тестом срослась что ли или что. Я понимала, чувствовала каждую, где есть расстойка, где нету. Ну это надо чувствовать, чтобы все это печь. Просто так, если будешь стоять там, не чувствовать теста, то ничего не получится. Поэтому надо с чувством, ну и с любовью, естественно. Ну и, наверное, все вот эти свои знания и любовь к делу передали вы сыну своему. Да, да, да. Что подсказывали, как обучали, как у вас этот процесс происходил? Ну, стояла на рабочем месте, мне сына ставили на стажировку, я ему показывала, где, что, как делать, щупать тесто, чтобы оно, ну, правильное было для выпечки. Ну, он как-то быстро это все схватил и стал пекарем. Хлеб всему голова, и как бы приятно выпекать булочки, которые любят и дети, и люди вообще любят сладкое. Ну, самое главное, без чего ни один человек не может прожить, без чего не представляется ни один стол, ни праздничный, ни булочный, без хлеба. Без хлеба, да. И на каждые праздники обязательно какой-нибудь карава или булочки, поэтому, как бы, наша профессия очень главная, я так считаю. Ну, на праздники, наверное, тоже что-то готовит он? На праздники он выпечет торт «Наполеон» и медовый. Вот, такое вот выпекает. Я только смотрю, наблюдаю, а помогать нет. Ну, а какие-то вот, насколько они все красивыми получаются? Они очень красивые и очень вкусные. Но главное место для творчества Евгения и его коллег по цеху – рабочие. Своим делом эти люди по праву могут гордиться. Белорусский народ вообще очень гостеприимный народ и всегда с душой принимает гостей на своей территории. И издревле, даже уже не скажу, с какого времени, но было принято встречать гостей хлебом с солью. Вот, хлеб-соль превратился потом в такое высокохудожественное изделие – карава, вкусное и приятное глазу. Из нашей продукции не обходится ни один праздник в городе. Это и свадьбы, и дожинки, и встреча различных гостей, в том числе самого высокого уровня. Вот этот каравай на 100 килограмм веса мы изготовили на 1 октября в Берестовицу на дожинке. Как видите, здесь все наши дары осени, которые только есть в Белоруссии. Ну, трактора, мельницы – это как символ производства хлеба. Вот здесь представлены также наши караваи. Совсем недавно у нас в гостях на Гродненщине был наш президент Александр Григорьевич, и его встречали также нашим караваем, который ему очень понравился, который был сделан с любовью от всей души. И Александр Григорьевич оценил нашу работу. Всего на каравайном участке у нас работает 7 человек. Работаем круглосуточно, но основная масса работы приходится на ночные смены, потому что торговля и, ну, все покупатели любят свежую продукцию, чтобы она была вкусная и свежая. Вот, на такой каравай уходит, ну, смены две, потому что все вот эти вот украшения, каждая розочка, колосочек, они все лепятся вручную, вырезаются вручную. Здесь нет никакой механической отделки, это полностью ручная работа. Плюс выпечка, пропечь, сам каравай сдобный, из сдобного вкусного теста, а украшения из соленого теста, поэтому, видите, разница. Сдобное тесто темное, румяное, а украшения более светлые. За счет контраста и получается красота. Освоить азы украшения каравая попытались и мы. Оказалось, все не так-то просто, но главное, все караваи пекутся, соблюдая белорусские традиции и с душой. Наверное, каждая хозяйка мечтает научиться делать вот подобную красоту, чтобы украшать свои произведения и искусства, которые готовят на кухне. Хочу и я, научите, что мы сделаем с вами сегодня, чтобы украсить какой-нибудь каравай. Хочу сделать заломку на каравай. Расскажите о процессе, что вы делаете? Ну, вот я беру тесто, раскатываю на машине, тоненько получается, это полмиллиметра. Нет, точнее, полмиллиметра один толщина получается теста. Потом я беру пластик, нарезаю. Вот, смотрите, на четыре полосочки. Как ровненько у вас все выходит. И вот, таким вот образом плиту в салон. Вот, получается, солоночка. И сюда, по традиции, солоночка. Да, это вот на каравае сверху поставить, сюда можно соль насыпать. Держите. Теперь вот эту вот переплетаем сюда. Ровненько надо, чтобы оно было. Эту наверх, эту под низ. Вот, и теперь дальше повторяем то же самое. А эту только загибаем. Как быстро у вас и ловко все получается. Так, давайте еще разок. Эту наверх. Эту наверх, между этими. Теперь эту наверх. Сюда, или целиком. Сюда сюда, правильно так. А эту нужно загнуть. Эту загнуть вниз. Под низ. Под низ. Ну, почти. Не так-то уж и просто. Каравай украшается, наверное, по определенным канонам. Что обязательно должно быть на белорусском каравае? На белорусском каравае обязательно должен быть колос. Потому что, ну, как бы колоски, поля. У нас много полей. Нужно сделать колосок обязательно. Васильки и ромашки, да. Колосок проще плести, чем... Ну, для вас, наверное, для первого раза, да. Так и сколько вот на каравай нужно вот таких маленьких колосочков? Ну, мы их даже не считаем. Просто делаем, делаем и делаем. Вот, видите, уже похоже на колосик немножко. От щекули. Так, ложите на руку. И ножничками. Делайте надрез. Только делайте, ложите вот колосок вот так вот. Так? Да, вот так. И вот делайте. Раз надрез, и потом по бокам. По серединке? По серединке сейчас. Начинаем. По серединке надрез. Теперь по бокам. По бокам. В двух сторон. Теперь опять по серединке. Ага. По бокам теперь. Это тоже своя технология, что такое? Ну, конечно. Оп. 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 И снова по серединке? Да, да, можете по серединке, можете по бокам. Там уже в конце как хотите можете. Ну, вот такой вот полосок получился. Да, еще немножко потренироваться и будет получаться. Ну, надеюсь, что мой голосок тоже попадет на какой-нибудь каравай. Конечно, попадет. И каждый без исключения заказ для каравайного цеха задача ответственная. Здесь, хоть и поставлено все на поток, производство как-никак, но об истинных белорусских традициях гродненские пекари не забывают. Даже народные поверья, доставшиеся нам от прабабушек, берутся во внимание. Ну, мы, причем, еще свадебные караваи. И у нас, как говорится, получается, каравай могут порваться в печке. А это, как бы, очень хорошая традиция, потому что каравай свадебный. И если на нем разрыв, то это, как бы, ну, неплохая хайпа, этот... Примета. Примета. Примета, да. И мы перепекаем новые караваи, делаем. Сначала делаем украшение, порвался опять заново все. Ну, в общем, все для людей, чтобы настроение было хорошее, чтобы право... Чтобы, да, чтобы жили долго, чтобы счастливы были. Привет, любимая. Как дела? Что интересно, за мужем на производство, которое вдохновляет, пришла и жена Евгения Анна. В том числе и от нее. Зависит, попадет ли свежий батон на столы гродненцев и не только. Ну, он печет тортики дома с мальтикой, очень красиво украшает их. Самый любимый его торт – Наполеон. Это его фирменный по рецепту бабушки. Ну, вот, такие вы баллы. Ну, обычно я пеку торт, а остальное все уже не на мне. Ну, может, испечь торт, например, и детей угостить в общежитии тоже. Коллектив очень хороший у нас. Дружный. Ну, приходишь на работу, как к себе домой спокойно. Только на первый взгляд здесь все просто, но даже механизированная линия не сможет работать без должного внимания и заботы. Так что, несмотря на объемы, а ежесуточно здесь выходит 25 тысяч батонов, можно с уверенностью сказать, гродненские румяные и ароматные батоны выпекаются с любовью. У нас больше ста человек работает. Работаем мы круглосуточно и без выходных. То есть люди меняют друг друга по сменам. Очень много работы именно в ночные смены, потому что вся заявка должна быть выполнена на утро. В торговлю должна пойти продукция свежая, красивая, причем уже и упакованная, и нарезанная. В плане механизации, конечно, большой уклон идет на упаковку, нарезку продукции. Если вы помните, раньше даже не упакованной много продавалась продукция. Теперь процентов 60-70 нарезанная идет батон, не говоря уже про упаковку. Практически 96-95% все упаковано. Немножко на свою фирменную торговлю даем горячей спичи продукции без упаковки. А так в этом отношении. Ну и так, какие появляются новинки, если слышим, стараемся приобретать. Вот, например, сейчас работаем над упаковкой в газовую среду. Будем продлевать, чтобы наша продукция была дольше свежей. Приходит молодежь, сначала они трудятся на линии, булочки сначала, пироги. А уже потом мы смотрим, у кого есть терпение, у кого есть творческий потенциал, усидчивость. Тех уже приглашаем на наш этот участок пирогово-караваев. И уже там человек может проявить свою индивидуальность. Руководство предприятия старается все делать для людей. Это и социальные условия. У нас есть свое общежитие, предоставляются комнаты лучшим работникам. Тоже учитываем, кто как относится к работе. И тогда вне очереди, в первую очередь. Мы сделали недавно спортивный уголок, можно заниматься, тренироваться. Поставили тренажеры, это в общежитии нашем. По цехам, в каждом цеху, чтобы человек мог передохнуть и принять пищу, есть комната приема пищи оборудованная, микроволновой печью, чайниками, холодильниками. То есть, да, человек уйти не может, работает, но передохнуть есть возможность. Потенциал у гродненских пекарей огромный. Планы и мечты создать из теста по подобию драмтеатра другие достопримечательности Гродна у Евгения Огоравского ненадолго отложены. Скоро пройдет тематический конкурс пекарей в Беларуси. Так что впереди у мастера по караваям бессонная ночь и тысячи колосьев и васильков. Эти традиционные белорусские символы, несомненно, принесут удачу гродненскому мастеру. А все потому, что свою работу Евгений делает с любовью.